80 компаний, более 2000 вакансий – это только на одной площадке в Барнауле. Всего же по краю сегодня всем незанятым предложат более 5000 свободных мест в самых разных областях. При этом отмечают организаторы особенность последних лет – то, что наряду с безработными обращаются и те, кто хочет улучшить свои условия труда. Процентов 40 посетителей – это занятые люди, которые ищут альтернативные варианты трудоустройства, подработку или хотят сменить место работы. У нас, кстати, здесь есть площадка формирования банка высококвалифицированных работников. То есть мы ведем такую базу, в которой примерно 70% как раз занятых людей. То, что рынок труда переключается на работников с высокой квалификацией, подтверждают и в Министерстве труда края. По данным экспертов, если раньше требовались в основном сезонные черно-рабочие, то за последние два года акцент сместился на специалистов высокой квалификации с большим опытом. Высококвалифицированных юристов и высококвалифицированных экономистов. И когда говорят, что невозможно трудоустроиться даже молодому человеку, то тогда приходит служба занятости и помогает ему пройти стажировку, либо временные рабочие места создаются. При этом в целом, отмечают в управлении, в среднем на 7 вакансий сегодня приходится 10 заявок. То есть дефицит вакансий небольшой, но есть. Для самих же соискателей ситуация и подавно выглядит не так радужно. Хуже всего представителям профессий, которые уходят с рынка. Грустно. Я ищу менеджера проектов. Специфическая такая, скажем, специальность. Я проработал, грубо говоря, в банковской сфере. А сейчас оттуда, грубо говоря, IT уходит. То есть все переходят на аутсорс, заключают какие-то контракты со сторонними компаниями, сокращение массовое и так далее. Также, признаются участники ярмарки, не все даже опытные работники могут найти место с достойной зарплатой. Ищу работу руководителя, потому что у меня очень большой стаж руководителя. Сколько вы запрашиваете, сколько предлагают в среднем, ну хотя бы порядок цифр. Очень маленькие зарплаты. До 18, до 20 тысяч, но это же не заработная плата. Более радужно на будущее смотрят молодые, пусть и неопытные специалисты. Например, с высшим экологическим образованием можно рассчитывать на зарплату от 40 тысяч. Сейчас больше берут молодых специалистов везде, чем более в возрасте, потому что, ну как бы смысла даже нет. В целом, уверены организаторы ярмарки, по меньшей мере половина соискателей сегодня, скорее всего, найдет подходящие предложения. Тем же, кому не повезло, предлагают не отчаиваться и по возможности идти на курсы, получать новые профессии. У таких работников, заверили нас, в любом случае шансов получить работу больше. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.